Доброго утречка! Привет из Испании! Замечательного городка Салоп. Сегодня у нас отличная погода, и мы выделили сегодняшний день на пляж. Посмотрим, насколько нас хватит. Дети настроены оптимистично, что будут купаться. Они же недаром выиграли вот такой вот круг, как вы помните. И поэтому сегодня мы весь день проведём на пляже. Сегодня постараюсь их уговорить поехать в соседний городочек Камбринс, потому что я уверена, что там будет очень-очень мало людей. А вы отправляйтесь с нами. Хоть так увидите настоящее лето и окунётесь в тёплое Средиземное море. Кто ещё не подписался на мой канал, может сделать это прямо сейчас. Мы после завтрака приглашаем вас с нами в замечательный пляжный день. Поехали! Всем доброго утречка! Мы собираемся сейчас на пляж. Вот так вот я сегодня одела парео своё. И вот смотрите, как идеально подходит мой купальник под мою платьице. Вот так вот выглядит наш городок Салоун. Уже с утра плюс 28 градусов. Но, как бы я ни переживала, 40 градусов всё-таки нет. Но для меня и это, конечно же, жарковато. Субтитры подогнал «Симон»! Мы приехали в портовый городок Камбрис, который находится в 10 минутах езды от нашего Салоун. Здесь у меня ностальгические воспоминания, так как в прошлые разы, 7 лет назад, мы снимали здесь дом прямо на берегу моря, прямо на песке. И вот сегодня я вам его покажу. Шикарные были условия, и цена была отличная. Но сейчас, естественно, высокий сезон, он был забронирован полностью, и цена была в три раза дороже, чем мы тогда в октябре за него платили. Но всё равно здесь намного меньше людей, и пляжи... Сейчас увидите разницу, короче. Дети от нас отделились. Они не захотели никуда ехать, хотя-то всего 10 минут. И они хотят целый день барахтаться на пляже, никуда не ходить. А мы всё-таки решили пару часов поваляться, а потом мы пойдём в шикарнейший парк, который здесь недалеко находится, и посмотрим на местные цветы, флора, фауна. Короче, будет интересно. Оставайтесь с нами на связи и обязательно досмотрите до конца. Так, вот мы уже пришли на пляж. Здесь рядышком яхтовый порт. И, в принципе, людей здесь не так много, потому что пляж намного больше, чем в этом Салоу. В Салоу очень много отелей и очень маленькие пляжи. А здесь всё-таки совершенно другая пляжная полоса. Как вы видите, намного шире. И смотрите, вот здесь уже мокрый песок. Это значит, вот аж сюда море доходит, когда прилив вечером. Вот так вот всё это выглядит. Видите, какой он широченный. Идём, попробуем водичку. Ну так, конечно, с непривычки. Сначала кажется, что холодное. Но сегодня я вам обещаю, что я искупнусь. Вон, смотрите, я уже по колено стою. Это вам не шуточки. Очень классный здесь заход в море. Жалко. Вон, видите, как-то далеко я уже ушла, и всё по колено. Видите? Не так уж и много людей по сравнению с нашим пляжем. Потом мы прогуляемся с вами по бережочку. Пройдём этот порт за другую сторону. И вот так вот выглядит вот этот вот пляжик. Очень рекомендую вам этот курорт. Потому что у нас там вообще яблоку упасть негде. Не знаю, почему дети не захотели с нами идти. Потому что лентяи сто процентов сейчас вернутся. Будут в номере сидеть. Я же их знаю. Так, товарищи. Момент года. Первый раз в жизни в этом году. Окунулась. Окунулась на море. И даже плываю с вами. Вот так вот. Всё. Миссия выполнена. Можно выходить. Нет, шикарная водичка, конечно. Очень-очень классная. Пойду теперь загорать. Расскажу вам немножко про цены на пляжи. Значит, видите, сзади меня навесы. Что плеч под навес стоит 7 евро. Лежак, шезлонг, стоит 5 евро. Если хочешь лежать на шезлонге под навесом, должен заплатить 12 евро. Если просто берёшь шезлонг, тогда 5 евро. Очень много местных. Такие классные, если найду, покажу, маленькие раскладушечки, как стульчик. То есть ты либо сидишь на нём, либо лежишь на нём. Уже не нужна подстилка. И к этому стульчику сразу такой зонтик приделан, крошечный, как в кукольном театре. Очень удобно. Конечно же, многие люди лежат на своих подстилках со своими зонтиками. Вот, и я сейчас сяду в тенёк и расскажу вам, почему же я боюсь панические моря. Хотя я родилась в Одессе на море. Вот сейчас я выберу тенёчек, чтобы было тихонько. И буду вещать. Вот, нашла. Смотрите, какая красота. Короче, началось всё с того, что меня никто никогда не учил плавать. Первый мой шок я испытала, будучи ребёнком в школе, когда мы сдавали нормативы по плаванию. Значит, как это всё происходило? Меня просто кинули в бассейн и шваброй вот так вот доставали. Я плыла, барахталась в воде, опять уходила на дно, меня опять шваброй доставали, я опять барахталась. Ну, в итоге норматив я сдала. Вот, и на этом обучение моё закончилось с диким шоком вообще. Значит, второй момент был у меня. Уже не помню, кто из родных, знакомых меня учил таким образом купаться, плавать. Меня точно так же, по-моему, папа. Не помню сейчас точно. Я держалась за его плечи, мы заплыли на глубину, и там он меня просто оставил, чтобы я каким-то образом выкарабкалась. Короче, второй был шок. И третий момент, будучи уже взрослым человеком, значит, поехали мы с Владиком в Таиланд. Вот там я реально чуть не утонула. Значит, поехали мы в Таиланд как раз сразу после цунами. И пляжи были пустынные, был вообще не сезон, все люди боялись, боялись ехать в Таиланд. И вот с Владиком у нас это приключение, конечно, началось с первого дня. То есть, то он кошелёк мы потерял, то билеты, то он в конце потерялся в аэропорту. Короче, это будет отдельная тема. А сейчас вот про этот, ещё и про плавание. Значит, у нас был прекрасный отель на острове Самуи, и он был с бассейном. И Владик всё время там в бассейне купался. И я ему говорю, Владик, ну посмотри, какие классные волны, ну иди искупайся в море, ну посмотри, какая классная водичка. Сама же, в принципе, лежу на берегу, и мне абсолютно не хочется, да, вот как сейчас, заходить в воду. Но думаю, ладно, покажу ребёнку пример. Короче говоря, пошла я одна прыгать на эти волны. И вот так вот я прыгала, 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 пока меня не унесло на глубину, потому что волны достаточно-таки большие. И можете себе представить мой шок. Я могу плавать по собачьи, вот так вот карабкаться, бахтыхляться, пока я чувствую под собой дно. И я начинаю в панике тонуть. Я смотрю на пляж, пляж пустой, нет ни одного живого человека. Я вот так вот судорожно начинаю болтыхаться, а Влад был где-то в бассейне, то есть я одна вообще. И в море никого нет. И тут я где-то вдалеке вижу пару иностранцев, парень с девушкой. И я больна ещё на тот момент, больная на голову, стесняющаяся всех и вся. Я даже крикнуть о помощи не могла. Я вот так вот, help, help. Кто меня вообще услышит среди этих волны? Короче говоря, чудом. Вот этот итальянец, как потом выяснилось, мужчина, он увидел, что я что-то там барахтаюсь. Но он на меня посмотрел очень подозрительно. И, значит, в шоке такое. Боже мой, сейчас подождите, мужчина пошёл пописать, а я тут разговариваю прямо передо мной. Короче, он на меня смотрит подозрительно. Чего эта дура там вообще кричит? Там буквально вот в метре от берега, в метре, как это всё выглядело. Но для меня уже там дна нет. И меня уносит. Короче говоря, он кинулся меня спасать. И вот это вот как в каком-то страшном фильме, да? То есть он тянет руку, а я её не могу поймать. Не могу поймать. И тут я наконец-то там за него схватилась. Почему я начала тонуть? Значит, я выкарабкиваюсь на берег. Сзади огромная волна, как я себе представляла, что это цунами, да? Она меня прибивает, выбрасывает на берег. Я хватаюсь вот так вот когтями, и вот так вот она меня тащит обратно. И на песке остаются следы от моих пальцев. Мне это снилось потом, наверное, полгода. В таком шоке я была. И, короче, таким образом меня затащило на глубину. И тут этот парень, когда он увидел меня, что я всё-таки тону, он поверил в это, он подбежал ко мне, начал мне протягивать руку, и я её даже поймала вот так вот. Поймала её, наверное, сразу третьего. И, короче, он меня каким-то образом вытащил. Люди, вы можете себе представить, у меня болело потом всё тело, руки, плечи, спина, как будто бы я разгрузила, наверное, 10 вагонов с мукой. Ужасно было больно, ужасно. Я в шоковом была состоянии от этого стресса, который я пережила. Но самое главное, я думала, боже, дура какая! И я ещё ребёнка туда посылала, десятилетнему, Владику было 10 лет. Что бы я бы сделала, если бы он вот так тонул? Я даже спасти его не могу. И, короче говоря, девочки и мальчики, когда я приехала в Швейцарию, первым делом, вот я уже тогда не работала, у меня появилось время, и я не только интегрировалась в новую страну, но я и училась элементарным вещам. Я научилась кататься на велосипеде, наконец-то. Я научилась плавать, наконец-то. Но, опять-таки, уверенности по плаванию у меня всё равно нет. Я всё равно плыву, пока я чувствую дно. И даже если это бассейн, я плыву вдоль стеночки, чтобы было за что схватиться. Вот. Вот это вот ответ на вопрос, почему я, одесситка, выросшая на море, не люблю купаться. И, конечно же, когда у тебя появляются дети, появляется ещё больше страх, не дай бог со мной что-то случится, а кто же за детьми будет смотреть, а на кого же они останутся. И вот такой вот у меня есть бздык, который перебороть я никак не могу. Вот. Надеюсь, у вас теперь больше не будет вопросов. Сейчас, наверное, поедим арбузик вкусненький я взяла с собой. Прогуляемся по побережью. Я вам покажу. Здесь ещё сам Кампрельс, яхт-клуб. Так что оставайтесь на связи. Впереди ещё очень много интересного. Ещё хочу сказать, что здесь в Испании очень много женщин топ-лесс загорает. Я не знаю, почему. Причём пожилые вот сзади меня лежат очень много. Во-первых, это не здорово. Во-вторых, выглядит это, конечно, ужасно неэстетично. Потому что груди, особенно пожилых женщин, сами понимаете, закон притяжения никто не отменял. И вот они ходят. Причём у них настолько это всё загорелое, что даже вообще никакого белого следа нет. Там 4 часа дня, половина людей уже ушло, видимо, домой, в спадки. Поэтому здесь вообще красота. А мы наслаждаемся вот таким вот вкуснейшим арбузиком. Очень вкусный, очень сладкий. И стоит здесь арбуз 80 евро центов за килограмм. Вот про такие креселка я говорила. И вот так вот человек лежит, как на раскладушечке. Не знаю, удобно ли это. Но тут все на таких вот. Тема моего брата. Каждый пляж имеет вот такой вот отличный заезд для колясок. Вот и так на каждом пляже. Вот смотрите, какая красота отсюда открывается. Вон, видите, инструктаж проходит. Можно скутеры взять в аренду, можно взять эти яхты в аренду, можно на рыбалку отправиться. Есть маленькие, есть большие, на любой вкус и кошелёк, как я всегда люблю говорить. Так, и смотрите, этот яхт-клуб очень-очень большой. Мы туда больше не пойдём, потому что сейчас 6 часов, а я хочу вам ещё успеть показать парк красивейший, куда мы сейчас отправимся. Вот к 6 часам уже люди опять пришли. Видимо, сиеста закончилась. Биат уже красный, как рак, сгорел. Вот, и что радует, люди приходят большими семьями, садятся, приносят с собой еду. Ну что, дорогие мои, вот так вот мы загорели, провели прекрасный день сегодня на море и отправляемся дальше в парк. Об этом я сниму следующее. Посмотрите на это, красотень! Вау, камбала! Ой, всякие ракушки. Ладно, вот здесь, Влад Вольтет. Влад Вольтет! Вестра, сальза монашн. Барень! Сепия! Смотрите, креветки с уличкой, крабики маленькие, кальмары. Это Камбала. Но сегодня у меня белое вино, потому что здесь вино, оно как вода. Для меня, честно говоря, вообще даже в голову ничего не берет. И захотелось такой вот как бы освежиться. Я не пью не потому, что я не против там чего-то. Я просто не вижу смысла, так как я пью и не пья нею. Поэтому я не перевожу продукты. Но вот сегодня такое настроение отпускное. А сейчас посмотрим, что принесли Беату. Ну и у Беата, внимание, паэлья из чернил и каракатицы вместе с морепродуктами. И вот что мне нравится в Беате. Он, как швейцарец, ест абсолютно все. Вас из Дуни, Беат? Он хотя бы попробует. Но вот он ест абсолютно все. И рыбу. Не смотрите, что такая огромная сковородка. Видите, она еле-еле по дну собирается. Короче, мы с ним сейчас поделимся. Ну что, приятного аппетита! Так вот назывался ресторан. Очень вкусно мы поели. И смотрите на эту смешную цену за кофе. 1,85. Пылка воды в ресторане, да? У нас стоит минимум 10 франков. Здесь 1,90. Так, и что еще? Вино 2 децилитра. Но они принесли, явно было вот так вот. То есть они считают 2 стакана как полный. Рестораны друг на друге практически. Посмотрите, достаточно много людей. В основном, основная масса это испанцы, конечно. И так эта культура нравится. Они берут эти капосы и делятся друг с другом. Сейчас пройдемся, прогуляемся здесь. По набережной, замороженным очередь в 11 вечера. Магазины тоже еще открыты. Пожалуйста, заходи, покупай все, что ты хочешь. Плюс еще и везде есть скидки. Красивый городок. И обратите внимание, сколько здесь людей. Совершенно другое впечатление, чем от Салоу. Ну что, ребята, я хоть и обещала показать вам домик на море, но мы до него не дойдем, потому что мы задержались в парке. Было так безумно интересно, что мы там провели больше двух часов. И, конечно же, уже поздно. До домика идти, наверное, пешочка минут сорок. И реально устали. Ой, извиняюсь. Реально устали. И хочется уже домой, на боковую. Мне же еще фильмы монтировать. Прям не могу дождаться. Почти два часа мы здесь были. 5,50 у нас стоит. Покажу вам еще ночной камбрильс. И все-таки доедем мы на машине до домика, про который я вам говорила. И покажу я вам то, что я обещала. Оставайтесь на связи. Субтитры сделал DimaTorzok Что, дорогие мои? Мужик сказал, мужик сделал. Как обещала показать вам наш дом, в котором мы были 7 лет назад. Вот так вот он называется. Хаус Аммер. Апартаменты. Вот такой вот он большой. Там несколько апартаментов. Парковка была у нас бесплатная. Значит, естественно, как своя квартира. То есть у нас тут на первом этаже был вход. Сейчас покажу. Вот этот. Свой садик. Вот у нас был даже, по-моему, 7 номер. Как я сейчас помню. Вот. Вот это был вход в наши апартаменты. И оно шло вот так вот насквозь. Тут кухня, гостиная. Две спальни у нас были. И вот так вот идёшь. Калиточка, естественно. Вот такой вот ещё внутренний дворик. Посмотрите на вот эту вот красотищу. Мало того, у нас в доме были шезлонги, зонтики. Это всё было бесплатно для нас, жильцов. То есть потрясающие условия. Значит, я, как сейчас помню, платила я 500 евро за неделю. И, ну вот, нас было четверо. И сейчас я посмотрела, хотела в этот дом. Он был весь забронирован. Но цена в августе была на него 1700. Так, на минуточку. На неделю. И, как вы заметили, я всегда делюсь с удовольствием своими лайфхаками. Я никогда ничего не скрываю. Я очень открытый человек. И вот, посмотрите. Вот мы обошли. Значит, вот этот дом. Видите, у каждой квартиры есть выход. Вот ворота. И прямо из квартиры, и со второго этажа, и с первого ты спускаешься. И вот, пожалуйста, море. Шикарнейший пляж. Посмотрите, как горят огни. Это наше салоу. Кстати, в салоу мы шли пешочком. На поющие фонтаны заняло это где-то минут 25-30. Выполнила свое обещание. Теперь могу с чистой совестью ехать домой. На боковую. Спасибо большое, что посмотрели это видео до конца. Я надеюсь, вам понравился. Такой день отдыха, релакса на пляже. Вы ощутили с нами запах моря. Точно так же позагорали. Вот. А мы увидимся с вами завтра. До новых встреч. Уже завтра вы отправитесь со мной в потрясающе красивый парк. Не забудь подписаться на мой канал, чтобы не пропустить очень интересные сюжеты. До новых встреч. До новых встреч.